Всем доброго времени суток! Сегодня у нас 14 ноября, канал EasyMoney. Тема будет по Амазону и по поводу того, что у нас народ любит рассказывать о том, как честно бизнес ведется на Амазоне, какой Амазон правильный, как надо соблюдать правила Амазона, чтобы там не было косяков. Потому что вот последние ролики... Перейдем тогда на страницу Facebook. Последние ролики многие комментируют в плане того, особенно сервопродвижения, банов, всяких таких моментов. Абсолютно с этим согласен. Наши задачи по поводу сервопродвижения, пакистанского, бангладешского, именно заключается в том, что есть грязные способы, есть более чистые. Абсолютно белых и красивых, и пушистых нет абсолютно. Подтверждаю еще раз, чтобы больше просто вопросов не было. Просто еще раз говорю, есть совсем чернуха, и могут забывать IP-адреса менять. То есть можно палиться, куки не чистить и так далее. Потому что с этим уже сталкивались. Так что есть такие моменты. Я сейчас буду рассказывать чуть-чуть о другом. Не о продвижении, а о сложностях продвижения. Вот видео номер два. Я думаю, многие смотрели. Это будет видео номер три. По поводу продвижения товара номер один. Заключается это видео исключительно в комментариях, как на самом деле происходит у многих, не у всех далеко, но у многих с продвижением. Последнее видео, я не помню, какого, от 9-го числа. Сегодня, соответственно, я сказал 14-е. Но вот за пять дней мы вывели по пяти-шести ключевым фразам на первую позицию. В первую очередь за счет... Четыре фразы мы вывели за счет раздачи. Две фразы вывели за счет вот этого SEO. У нас на данный момент уже пять однозвездочных отзывов. Первый отзыв. Написали, что китайское говно, дрянь, там, и так далее, и так далее. Естественно, это не так. Но смогли его убрать. Тут редкий случай, что прицепились мы к Амазону за то, что было именно оскорбление, обзывательство и так далее. Там, причем, расовое и так далее. И этот отзыв убрали. Сразу же после этого нам написали новый отзыв, уже более конкретный, о том, что товар конкретно у нас не светится. С другого аккаунта. Кстати, там, ну, в основном это аккаунт такие. Там, я не знаю, ревьюер Амазон, кустами Рамазон и так далее. Написали второй отзыв, что он не светится. Мы как раз воспользовались, вот здесь я сегодня писал комментарий по поводу максимально быстро, как закрывать такие отзывы. Да, можно писать в Амазон, но я всем посоветую максимально быстро такие отзывы закрывать пятизвездочными отзывами. Будете вы друзей своих просить, будете вы с выкупом, без выкупа. Без выкупа просто быстро. Мы сразу попросили, вот Владимир у нас есть здесь, вот он. Я к нему сразу обратился и закрыл. Негативный отзыв сразу пятизвездочным отзывом. Есть еще тема, можно сделать трехзвездочный отзыв, за него проголосовать и будет среди всех отрицательных отзывов он номер один. Ну вот, мы сразу этот отзыв закрыли вчера. Сегодня просыпаемся, у нас еще три однозвездочных отзыва. Причем они, естественно, все разные. Один отзыв опять от очередного кустомера Амазона, у которого вообще нет больше отзывов. То есть просто один отзыв наш отрицательный. То есть он специально создал аккаунт ради вот этого. Я не знаю, сейчас отзывы можно писаться от пятидесяти долларов. Но в любом случае люди вот таким акаром работают. Мы еще два отзыва однозвездочных написали. То ли муж с женой, то ли брат с сестрой. То есть фамилия одинаковая. Мы посмотрели, у них, да, есть другие отзывы. Ну не знаю, может быть мы им там на пятки наступаем или еще что-то. Что-то им не понравилось, подвинули их серьезно. И там прям, я не помню, ну грубо говоря, Маша Иванова и Саша Иванова. Ну естественно по-английски. Вот два таких отзыва. Естественно мы сейчас будем писать в Амазон, пытаться хотя бы что-то снять. Но естественно будем закрывать их максимально положительными отзывами. Вот я хотел бы именно обратиться к тем, кто постоянно здесь демагогией занимается. О том, что они очень и очень честно и правильно будут работать на Амазоне. Что они бизнес строят на века. Что так вообще делать нельзя и так далее. Ну предложите пожалуйста в комментариях мне, что мне сделать вот с такими вот чудесами. Когда вам в день, в течение трех дней скидут пять однозвездных отзывов. Это видео, я не говорю конкретно про мой товар. Это вот как раз видео номер три будет по поводу продвижения. Первый такой серьезный камень. Я это знал. Но при продвижении человек отказывается набивать много отзывов. Бюджет не позволяет, не хочется, какие-то свои умозаключения. Я считаю, это когда меня спрашивают, сколько надо набить отзывов. Чем больше у вас будет отзывов, тем будет меньше этого говна. Я вам могу честно сказать. Чем вы более сильно будете продвигаться, тем будет больше этой дряни. Ну она совершенно разная. Это еще не самое страшное. Самое страшное, когда пишут про вас, что вы подделка, вас банят. Ну и другие моменты разные. Их очень много, всякие моменты перечитать не будут. Конкретно данное видео говорится о том, что бизнес грязный, к сожалению. И наша задача, я не призываю всех тем же самым способом душить конкурентов. Но имейте в виду, что варианты надо иметь, чтобы закрывать вот этот негатив. Это в реальном времени. Вы можете проснуться в прекрасный момент, быть там в топов. И вас просто начнут бомбить, я не знаю, в день десятками. Ну вот у нас такая, за три дня нам накидали, или за четыре нам накидали пять отзывов. Один мы убили, один остался, и вот сегодня еще три. Но это вот такое видео на эмоциях больше, потому что люди не знают, как бороться в этой ситуации. Они вот такие вещи делают. Второй момент, связанный с этим видео, это как их закрывать. Я сказал, то есть это надо максимально положительными отзывами. Ну и, естественно, грамотное письмо в Амазон писать, зацепиться за что-то. А зацепиться можно только одним способом, это нарушение правил Амазона. Другие варианты не прокатятся. Посмотрим, что у нас там получится. Расскажу в следующем видео, но в любом случае это вот так вот. Ну и еще, самое главное, самое последнее. Вот эти точки, как для меня такие, по поводу количества отзывов, то есть 15, 25, 50, 100. Чем больше будет у вас отзывов, и если вы проскочите вот этот момент негатива, тем для вас будет лучше. Потому что если очень быстро и серьезно продвигать, как вот у нас получилось, у нас просто на самом деле там, ну, положительных отзывов там, ну, я не помню, там, 12-15 всего. Вот, если бы у нас было бы сейчас 75-100 отзывов, уже не было бы таких проблем. Соответственно, каждый принимает решение, и имейте в виду, что такая ситуация может с вами произойти. Так что по количеству отзывов вот такая вот история. Подписывайся в группу вот в Facebook, это вот основная группа, по которой мы работаем. Здесь я объявления по остальным тематическим группам убрал, теперь они все в описании. По поводу отзывов обращайтесь к Сергею. Вот он, Сергей. Ну, потому что он главный по отзывам. Вот у него группа. Там вот эта вот группа по отзывам. Имейте в виду, что просто очень много мне вопросов задают, сколько мне надо получить отзывов. Я не знаю. У каждого товара своя, конкуренция своя. Нам вот не повезло, видимо, мы попали в такую конкурентную среду, где наши конкуренты не брезгуют такими способами. Я абсолютно против этого дела. Я считаю, что это неправильно абсолютно, потому что на чужом горе свое счастье не построишь. Надо просто иметь более качественный товар с конкурентной ценой и с серьезными технологиями, с серьезным бюджетом. Все остальное, ну, мы в любом случае закроем все это. Просто нам будет сложнее и все. То есть, ну, потратим еще на отзывы, там, еще 100 долларов. Вот. Потому что Amazon в этом отношении я абсолютно их поддерживаю. Я единственное, не понимаю, почему до сих пор не могут закрыть отзывы без выкупа. Я забыл сказать. Они у нас ничего, естественно, не покупали. То есть, это вот из той серии, когда можно писать ступорылый отзыв без выкупа товара. Это полный бред. То есть, ну, вообще слов нет. Если у кого-то есть комментарии, пожелания, во-первых, по тематикам других видосов, что-то я, может, забываю сказать, что-то я, может быть, не уточнил, пишите в комментариях под видео или мне в Facebook пишите. Не важно, я думаю, можно меня спокойно найти. Всем удачи, всем пока. Подписывайся на канал. Все как всегда.